Всем привет, ребята! Сегодня я хочу вас взять с собой в магазин Белвест. Это магазин белорусской обуви нашей, так можно сказать. Белвест это бренд, по-моему, в 88 году в Витебске пришел немецкий концерн Саламандр, и вот они сделали такое совместное предприятие, насколько я знаю, оно сейчас российско-белорусское. Ну, могу что-то опутать, но суть в том, что уже очень много-много лет об этом бренде Белвест все знают. И вот последние годы, наверное, лет 5 я на него обратила внимание. Но раньше я захаживала, смотрела, и было такое, знаете, мнение мое, да, качество, потому что натуральная кожа есть, но модели какие-то, что-то мне вот, ну, никак не нравилось. Вот, и вот что-то изменилось, потому что я начала находить для себя модели, которые мне нравятся стали. Я заметила, что у них поднялась стоимость на продукцию. Мое мнение также, то, что, ну, некоторые вот пишут, мы там про Лена Аршански рассуждали, что дорого. Все относительно, вы поймите. А почему должно быть очень дешево? Это же европейская конкурентная цена. Если они дают хорошее качество, модные тенденции все как бы на лицо, все круто, а почему это должно стоить 3 копейки? Я не понимаю. Вот, модели есть разные, стоимости есть разные, но если это какая-то новая коллекция, крутая, конкурентоспособная модель натуральная кожа, вот то, что я покупала, сапоги зимние за 80 долларов, ботинки зимние за 50 долларов. Ну, это не дешево, вот прям совсем 3 копейки, но это недорого для такого качества. Еще раз повторяю, что у меня еще есть? У меня есть туфли осенние, у меня есть ботинки осенние, все натуральное, замш натуральная, кожа натуральная. Мне нравится качество выделки кожи, в первую очередь, потому что это технология, технологический процесс, потому что, ну, чем круче он, тем лучше качество, потому что на фабрике, ну, специальной, специализированной выделка эта, ну, если она соответствует качеству, цены этой обуви нет, особенно если колодка и лекала шикарные. То, что знаю еще быстренько по Белвесту, что у них, по-моему, в 2018 году, ну, не буду, может, чуть раньше, открылась какая-то, ну, как подразделение их, может, цех на базе вот этого Витебского завода, которая вот отвечает за инновационные технологии вот в обувном производстве. То есть они сами разрабатывают колодку, какие-то там специальные выливают там формы, все это механизировано и компьютеризировано. Кстати, у них есть офигенная система, вот это я тоже зашла, почитала на их сайт, потом узнала, связывающие все их магазины, они, а их очень много, допустим, в Беларуси. Единая система, и вот эта вот у них система складского учета тоже очень круто. То есть вот я считаю, помимо того, что они просто качество дают уже нормальное, и вот нормальный продукт, да, что мы и хотим, потребители, еще сама организация вот этого всего достойна внимания. По стоимости сказала, мое мнение, что, да, это не совсем прям низший-низ, и берите дешевая белорусская, есть модели нормальные по цене, адекватные по цене, при этом белорусы всегда могут рассчитывать на скидки. Ну, те, кто ходит постоянно, не обязательно вот пришел, и вот только вот эта стоимость, можно подождать скидочки, можно посмотреть, взять карту, да, которая там, значит, накопительная клиентская уже какая-то. Ну, то есть есть разные варианты. Еще хотела показать свои боты, вот прям, чтобы не быть голословной, да, ну, года три, наверное, я уже ношу ботинки зимние, с носу им нет. Вот, ну, собственно, все, давайте смотреть мои боты, и давайте пойдем в магазин, посмотрим, чего у них там есть. Очень хочу померить что-нибудь осенне-весеннего репертуара. Это мои осенние ботики кожаные, им уже третий сезон я ношу. Да, есть такая потертость небольшая, во-первых, ну, как бы особенность я хожу здесь ногами, но они изначально были такие немножечко, как бы, ну, такой стиль, да, немножечко как потертая, натуральная такая кожа. Причем, когда я спрашивала, говорили, что вот, например, вот эти ботинки индивидуально шьет мастер вручную, вот, и даже вторые такие мы мерили, они немножечко, в общем, отличались и по цвету, и по каким-то там нюансикам таким. Вот такие. 50 долларов они стоили, ну, я так в долларах говорю, потому что у всех цены разные. Вот, смотрите, я просто помню, что искала себе такие ботинки с натуральной кожей, и 50, это был, значит, самый, в общем-то, из тех, что понравилось, самая дешевая цена. Так, дальше зимние, зимние ботиночки. У меня есть и сапоги, и ботинки белвестовские. Вот, тоже мне очень нравится такое, немножечко натуральная потертость такая. Вот, очень удобно, знаете, что мне очень нравится, и в тех ботинках, и в этих, я могу найти по своей узкой вот этой вот части, очень, как бы, хорошо сидит. Причём, как бы, на разные варианты есть ноги. И на узкую, и на шире можно найти модель. Ну, и сапоги сейчас свои покажу. Мне понравились они, во-первых, это тёмно-тёмно-серый такой графитовый цвет, не чёрный, но издалека, в общем-то, как чёрный смотрится. По ноге идеально сидят, потому что здесь вот вставлена резиночка, сейчас поближе покажу, она, то есть, вот как надо, это всё дело огибает. И мне понравилась вот эта подошва, которая, ну, я её не очень люблю зимой, чтобы были сильные каблуки, да, что очень удобно ходить зимой, и что она практически, вот опять же, не стирается, не надо там никаких набоек, вот это мне очень нравится. Сзади есть такая вот эта резиновая вставочка, но её абсолютно не видно, и она очень удобна по ноге. Вот, здесь, ну, вот, то есть, это полностью всё мех, очень тепло. Единственное, что, может быть, не всем нравится такая модель одевать, то есть, их полностью не расстегнёшь, но я как-то так привыкла, мне нравятся. Классический такой вот внешний вид. Очень удобный, 80 долларов я покупала, они стоили. Я считаю, для таких сапог и по внешнему виду, и по качественному такому, очень даже классные. Ну что, теперь айда в магазин, посмотрим, что у них сейчас есть. Давно не заходила. Так, ну что, я чувствую, померяем сейчас что-нибудь. Я же одела свои, вилвестовские. Вот, так, это что у них, зима, осень? Ну, это осень. Классно, это всё кожа. 123 белорусских рубля. Красные. Хочет купить на скидке. На скидке они, сколько они стоят? 127. 127, 169 стоили, 39. Ну, можно, кстати, померить. Так, мы сейчас так пройдёмся. Сейчас так сниму, магазин большой вообще. Это вот женская часть, а там вот мужская такая часть. Так, тоже симпатичная. Это осень, да? Такие китики, на вот этом вот. На осень. 110 долларов, короче. Вот мне тут это подошло, нравится. Износу её нету. Тоже осенние. Осень, 132, да. Классно. Мне вот эти вот нравятся такие. Ну, мне не надо сказать, что очень лёгкие. Ну, нормально, не тяжело. А вот сумочки чьи, они сами делают? Или это кто-то для них делает? Белл Вест висит. Белл Вест висит в магазине. Надо разобраться с сумочками, не знаю. 264, кожа кожа, да? Кожа, 20 в Италию. Вот, может быть, что-нибудь такое. Ну, это такое как бы 223 сто. В общем-то, да? Помада на Италию. О, какие прикольные. Ну-ка. 119, 200 рублей, короче. 100 баксов. И вот такая, межу мятая. Так. Ну, вот такие оригинальные. Тоже 223 рубра. Средняя соточка. О, вот такие вот классные. 209. Почему пишут Маден и Италию? Надо спросить. Ну что? Я влюбилась. Да, тебе понравилось? Вообще. Сколько такая? Это же 279. Мне очень редко, когда нравятся сумки. 279. Ну, у нас здесь. Очень красиво. Сейчас мы спросим, что такое Маден и Италия. Ой, а мне вот эти нравятся. 249. Ну, тут праздник такой, как бы... Это мы с дорогих пошли с тобой. 249. Ну, какие-то классные. Темно-темно-серые. Так что-то я хотела мерить осенние сапоги замшевые. Найти себе такие красивые. Вот эти я в прошлом году смотрела. Совсем тонюсенькие такие. Совсем осенюсень такая. Вот эти гладенькие. Прям как тукты, наверное, считай. Мне нравится вот такой век. 115 рублей. А вот синяя, смотри, какая. Рюкзачок такой, да? Сколько она стоит, да, с ним, посмотри. 220, 299, 150. Так. Так, а здесь уже такие на каблуках, да, больше? Слушай, такая сумочка. А я не могу прям вообще. Сумочка эта мне понравилась, да? Это тебе во вчерашний мой ролик. Я к Галантею сходила, сняла. Зашла. Так. Ну, хорошо. Сколько сапожки. Осень. Осенние на каблучках. Минус 20 скидка, наконец. Так. 187, а стоили 234. Видите, это вот когда скидка, когда несколько размеров остается. Слышу иностранную речь. Видите, как у них все тут аккуратненько. Вот. Кстати, похоже на мои лица, но тут такое совсем сколько? 149 рублей. Все, зима. 129. Я, конечно, поклонник таких рыжих цветов. Вот на эти я еще обращала внимание. Тоже скидка 149 часов не стоит зимние. Чего пишут? Фиксированная цена на зимний обувь. А, пусть три цены, да? Ну, вот эти похожи на мои. 129, понятно. Много, очень много моделей зимы. Вот. Это вот то, что, наверное, они принты сами делают. Расцветки. И цена такая, тут ничего, такая, 59 рублей. Размер, правда, до 37. Жена, она зашла в белый лист. Да? Ну, вот эта же полочка такая, как с распродажей. Я вот на эти смотрела, 79 рублей, не 41 размер. Вот. Такие тоже. Кстати, можно вот померить и взять. Вот эти, возьми, померя. Ну, вот. А еще смотрела я вот на эти. Тоже они не очень подвинулись. Тоже померяю. Тоже тут за счет того, что размер мой. Какой? 39-40. Можно померить. Тоже 72. Вот. Цвет. Ну, вот это, конечно, цвет мой. Еще один, что ли, все-таки взять. Да. 41-й есть, 40-й, 39-й. Можно мерить. Класс. Классные. Доминики такие. А, ну, вот, кстати, мои. Осенние, которые чуть-чуть, может, короче. Потому что такие же. Поскольку они здесь. 40-й размер, 72 рублей. Видите, вообще, они за 49. Кожаные. И, может быть, могут быть проблемы с пяткой. Но эти, может быть, сделаны не плохо. Простить вообще невозможно. Они сжимаются. Они как балетки. И сколько такие? Натуральная кожа тоже? Да, ну, это, как минимум, 39-40 рублей. Но это, наверное, последнее должно быть. Ну, это вот, да. Ой, какие синие, красивые, классные. Асё, постой, у меня руки заняты. Я же не несу. 79. В принципе, не все со скидкой. Вот идут вот 79. Получается. 37-38-39 размер. Угу. У тебя, вообще, 59. 30 долларов, короче. В общем, модели. И мне нравится, что очень много разных моделей. Вот прям вот, ну, очень. И по цветам, и по этому. Короче, сейчас будем брать и мерить. О, вот эти классные. Даже подошвы мне-то нравятся. 103. 40-й размер. Мои тебя ждут? Мои, меня ждут. Надо тоже мерить. Тоже симпатичные. Беленькие. Угу. Все такое, а-ля, кроссовочное, да? Да. 169. Это вот девочки сказали, что это сделано по их заказу в Италии. И сумки тоже в Италии. Угу. Ну, давай мерить. Вот, короче, эти очень нам понравились сегодня, но мне тоже нравится. А что с краской? Короче, сейчас будем мерить. Это вот я взяла себе померить. 123. Такие классные внутри прям такая, прям. Мне внутренность эта даже больше нравится, чем... Даже не знаю, что лучше внутренность. Эти просто такие мне нужны на каблучках. И цвет мой. Ну, посмотрим. Так, 72 рубля на скидочках. Последние. Вот эти очень удобные. Опять же, что-то подошвочка. Внутри кожица мягкая. 70. 101 рубля ведь стоит тоже. И вот эти. Ну, эти такие, как кеды, такие необычные. Эти тоже на скидках. Последний размер. Вот, сейчас будем это все мерить. Классные. Ну-ка, сними меня. Держи. Вот так вот. Боже, Боже, такое оборудование. Куда нажимать? Куда нажимать? На серединку? Не, куда там все снимается. А как тебя подвинуть? Видны ножки? Ножки видны. У меня только ножки. Слушай, ну крутые. Мне нравятся. Яркие, конечно. Иди-ка сюда поближе. Они чуть-чуть большеватые, конечно. Но мне нравятся они такие, знаешь, как... Такие... Вот это... На коньки похожи? Да-да-да, вот. Вот ты прям. Давай-ка. Подожди, не выключай. Мой личный друг. Оператор. Ты знаешь, я, наверное, при большом желании. Так. Давай вот эти. Не знаю, кто будет шевать. А я точно хоть снимаю? Ну, ты же видишь меня в экране, значит, снимаешь. Ну, лично. Так что все мои подписчики скажут тебе спасибо. Ой. Ой. Что это? Ну, без ложечки, конечно, тут... Ну, я думаю, что они подрастают. Ну, классные. Удобные? Удобные. Я могу сказать, чтобы совсем-совсем мягкие, потому что подошва все-таки такая тяжеловатая. Ну, на осень вполне удобные. Удобные. А на весну? Ну, осень-весна, да. Я надеюсь... У них такая расцветка. Они не будут пахнуть. Ну, видишь, у них кожа внутри. Ну, вот эти я все-таки пришла за каблуком. Оп. У меня вот здесь всегда по узкой ноге вопрос... Ну, как бы все как в стакане, сочетая. Ну, поэтому... Кому наше руки могут, кому наше руки... И цвет, конечно, это вот мне очень нравится. Мне нравится цвет, но я думаю, что его нужно будет прям сразу защищать чем-то, чтобы он не облез. У них, кстати, есть там вся такая, да? Ну, вот на замшу он поменяет, в принципе, цвет, если его этим попрызгать защитным. Ну, а если не попрызгать, то он еще быстрее поменяет цвет. Не знаю, даже на колодку или на твой цвет волос показывать вот так, как ты показывала. Знаешь, вот эти мне очень понравились. Потому что вот мне по росту моему, конечно, и по ногам... Сколько там, сантиметров пять? Наверное, даже больше. Семь, наверное, все. Не хочется снимать? Не хочется, удобно. Давай еще эти померяем. Еще эти померяем. Потому что если правильный каблук, то это просто спасение. Классно идти. Так. Ну, есть такие тонюсенькие. Красные такие, более такие, как горнолыжные. Кеды-кеды, такие кожаные. Что же внутри? Горит там красненькая, да? Внутри такая хлопковая штучка. И кожаная стелька, да? Ну, это вот они 79, потому что 40-й размер. Как тебе этот 40-й? Эти, кстати, вот нормальные, вот прям вот хорошо. Чуть-чуть может... Не, нормально. Можете большевать. Вопрос с этой белой подошвой, конечно, по нашей реальности. Ну, это же больше на весну. Ну, да. Как раз все подсохнет. Ну, что, какие тебе больше всего на мне? Мне, конечно, вот эти нравятся, потому что они, может, я просто по каблуку соскучилась. Ну, я, наверное, по кедам. Мне вот кеды больше всего нравятся. Вот эти? Вот эти последние. Вот эти, да? И такая интересная у них расцветка. Интересная, вообще-то не оригинальная. Вернее, не избитая. Оригинальная. Они затрутся, конечно. Это все... Ну, почему? Кожа. Ну, как бы будет на тур такой. Будет еще прикольнее. Да. А можно Майкель Вентиляен поменять на них? Понравились? Ну, классные. У нее почтаны эти красивые. Ну, они вообще оригинальные. Все, можно уходить. Можно уходить. 127 рублей, короче, стоит. Вот еще мужские я хочу показать. Тоже оригинальные. Мне понравилась эта синяя штука. Это зимние такие. И вот эта вот подошвочка такая прикольная. Темно-темно-синяя. Так, 129 сейчас, а стоили 209. Короче, стоили 200 баллов. Сейчас 60. Ну, вот такие классные тоже скидка. Зимние такие, зима. Оригинальные. Вот. Это вообще такие. Такие прям какие-то, не знаю, 100% шерсть написано. Сколько стоит? 189. Вот эти теплые такие тоже 189. Наверху, как валянычек такой. Такой. Все зима, а, все зима из-за меня, 129. Вроде бы, казалось бы, все одинаковое мужское, да? Но какие-то всякие эти нюансики. Такие вообще, как и тухли зимние такие. Ну-ка. Тут тоже 129. Кроссовки такие даже, как натуральные, классные. Очень. Они что-то такие? Настолько? Maden Portugal. Значит, и Португалия тоже по их заказу для них шьет. Здесь такие полякедики. Это уже осень. Такие. 187. Maden Euro. Delvest Maden Euro. Кочу 100 баксов только мужские. Ну, вот, кроссовочного типа. 149. 100 баксов. Слушайте, а есть что-нибудь ненатуральное кожу? Вот, надо спросить. 149. Вот эти. Ну, очень приятные, конечно, на уши. 139. Коже внутри. 234. Так. 112. 112. Ой, легенькая подошечка такая, легкая. 104,50. 104,50. 139. 139,头- could-то costumes. 40,50. 139,4-barно- somят West. 159,000. 169,gaielle.